Ютуб канал Полиморфика. При участии игрового сообщества города Венден и Sunways Systems Incorporated. Выпуск новостей по игре Star Citizen. Ивакаты продолжают тестировать патч 3.23. Вместе с этим появляется большое количество утечек. Хоть циги отменили НДА о неразглашении и обсуждении патчей и вакатами. Однако фото и видеоматериалы до сих пор запрещены. Но как мы знаем, когда это кого-либо останавливало. И Ликсы нас радуют все новыми и новыми сливами. Благодаря Ликсам мы первыми узнали, что в патче 3.23 появятся животные. Так мы узнали о хищном животном под названием Копион и о типе Птеродактиля под названием Морок. Но животных в дорожной карте у нас пока нет. И также Джаред Хэкоби упоминал, что циги нам готовили сюрприз. И этим сюрпризом, наверное, должны были стать вот эти животные. Однако какие могут быть сюрпризы, если все это легко находится в патчах у и вакатов? Сливы плюс датамайн убьют любые сюрпризы. Так что циги теперь взяли и затезерили животных на твиттере, который сейчас называется Икс. Также циги выложили описание этих животных в патч-ноуте вакатовского билда. Копион — это четвероногое существо, вроде гончий, которое обитает в саваннах, снежных, пустынных и пещерных биомах. Это существо не является враждебным, когда находится в одиночестве и будет отступать к ближайшему Копиону, если такой поблизости имеется. Хотя Копион в одиночку и боится гуманоидов, то есть человекообразных, то в стае Копионов он становится враждебным и агрессивным, а стаями они передвигаются часто. В бою Копион использует свои острые когти и зубы для нанесения ближних атак, включая укусы и прыжки на цель. Иваката сообщили, что укус Копиона отнимает сразу 20 хп от здоровья. Также из ранних сливов ивакатов мы знаем, что рок-копиона будет считаться товаром. Рок-копион изготовлен из уникального сочетания кости и природных углеродных наноматериалов. При правильной обработке его можно использовать для регенерации костей с гораздо большим успехом, чем материалы, выращенные в лаборатории, что сделало его очень ценным товаром. Мы знаем, что модель Копиона сделана таким образом, что ее рок можно будет оторвать. Также мы знаем, что должны появиться миссии по охоте. На этом скриншоте мы видим, что Ивакату удалось поймать одного Копиона. Причем он, наверное, судя по окраске из снежного биома. Всего окрасок будет 4, столько же, сколько и биомов их обитания. Прикольно бы было поймать такого на свой корабль и выпустить его, например, на какой-нибудь космической станции. Вторым добавленным животным в патч 3.23 будет морок. Это птицеподобное существо, эти птицы невраждебны к гуманоидам, и их стая будет разлетаться при приближении. Морок является местным жителем саванн, а также снежных, пустынных и пещерных биомов, и имеют разнообразные окраски, соответствующие их окружению. У морока своеобразный желудок. Для переваривания пищи у него выделяется вещество, которое затвердевает и превращается в большой кристаллический камень, который остается в желудке и помогает пище более эффективно измельчаться. Этот камень обладает уникальными проводящими свойствами, которые делают его востребованными для использования в компьютерных чипах. Циги на Иксе также затизерили карту. В патче 3.23 у нас появится обновленный мобиглаз, в котором космическая карта должна стать намного удобнее. Кстати, вот как пример карта, слитая эвакатами. Мы видим, что от карты локации, где мы находимся в данный момент, можно сразу перейти к карте звездной системы. Здесь также будет система поиска, элементы магнетизма, много разной сопутствующей информации, и я надеюсь, что эта карта унесет в далекое прошлое все те неудобства, баги и лаги старой карты, которые мы пользуемся в данный момент в патче 3.22. Также из сливов по мобиглазу здесь мы видим новый менеджер контрактов, и на этой странице переключатель verified и unverified, что переводится как проверенный и непроверенный, позволяет переключаться на нелегальные миссии и будет являться эквивалентом вкладки персональные или личные в мобиглазе патче 3.22, который присутствует у нас на данный момент. В недавнем сливе эвакатов мы видели новую воду очень плохого качества, и даже в связи с этим поднялась волна негодования на реддите и спектруме. И в связи с этим на реддит зашел разработчик ЦИК и объяснил, что это были старые материалы океана, которые несовместимы с новыми шейдерами. Но вопрос уже решен, и скоро новая вода появится у эвакатов, и вот сейчас на своих экранах вы можете видеть новую воду. И вместе с ней в игре присутствует новая физика симуляции воды, которая будет взаимодействовать с окружающей средой, оставлять волны, всплески, брызги и так далее. Здесь мы видим, как вода реагирует на втолые движки корабля. Опять же стоит отметить, что это всего лишь ранняя сборка эвакатов, и скорее всего вся физика будет поправлена. Также в данный момент есть различные баги. Как мы здесь видим, происходят различные мерцания, но эти видео взяты из баг-репортов, и такие баги встречаются не у всех. Однако, что здесь интересно, сейчас перед нами корабль под названием «Спирит», и у него есть большие трастеры на крыльях. И вы можете заметить, что вода реагирует на воздушный поток, выходящий из этих трастеров. И вот эти разные мелкие точки на воде, или их можно назвать впадины от воздушных потоков, можно как раз сопоставить с разными трастерами корабля. И интересно, что у движка есть такая функция, и он с ней как бы справляется. Также теперь, если они смогли прикрутить всю эту физику к воде, то значит ее в дальнейшем можно будет прикрутить и на грязь, снег, растительность и так далее. Что вы думаете о такой воде, напишите в комментариях. Также в коде игры билда и вакатов, ликсами были найдены строки о новом транспорте Mirai Pulse. Скорее всего, это новый гравибайк, который затезерили циги на иксе. Также было упоминание о новом транспортном средстве под названием MPUV-1T, а также о новой медицинской урсе под названием Урса Медивок, и о животном под названием Вапхаунд, и о его королеве. Из животных также в патче 3.23 должна появиться космическая корова под названием Квази Грейзер, но в патче у вакатов пока, скорее всего, ее нет. Также ранее были упоминания о собаках, что тоже пока как бы остается под вопросом. В коде игры и вакатского билда были найдены упоминания об ангарах, из которых можно узнать, один очень интересующий вопрос, который циги пока нам не раскрыли. Мы знаем, что ангары будут выдаваться непосредственно под ваш самый большой корабль, и всем стало интересно, что будет, если у вас, например, какой-то средний корабль, и вам под него выдали средний ангар, а вы после выдачи уже среднего ангара купили большой корабль. И ответ такой, что если вы приобретете более крупное транспортное средство в будущем, вам придется для доступа к нему использовать общественный ангар, то есть ангар большего размера вам уже выдан не будет. Самый большой ангар получается XL, его будут выдавать под 890 джамп. Так что если положиться на то, что в следующем патче не будет вайпа, и вдруг корабли, купленные за внутриигровую валюту, не пропадут, то лучше сейчас, до выхода патча 3.23, начать копить на 890 джамп, для того, чтобы вам в следующем патче выдали самый большой ангар. А копить можно еще долго, так как патч 3.23 на лаве появится где-то в 20-х числах мая. И вот описание ангаров, которые Ликсы нашли в коде игры. Поздравляем с вашим личным ангаром. В связи с недавним приобретением вами личного ангара, мы в лендинг-сервисе хотели бы воспользоваться моментом, чтобы рассказать вам о некоторых преимуществах, которые дают владение ангаром, и о том, что вы можете ожидать, путешествуя вдали от дома. Ваш личный ангар. Для вашего удобства все ангары, как личные, так и общественные, оснащены терминалом Fleet Manager, который можно использовать для обмена транспортных средств через лифт. Обязательно стоите в стороне, пока платформа находится в движении. При совершении покупок в местных магазинах или выполнении местных контрактов, все приобретенные товары будут храниться на местном складе. Во всех ангарах, личных и общественных, есть грузовой лифт, который можно использовать для перемещения предметов на склад и обратно. Обратите внимание, что к более мелким предметам можно получить доступ через систему хранения снаряжения. Поскольку это частное пространство, доступное только вам и вашим приглашенным гостям, вы можете чувствовать себя в безопасности, храня свои личные вещи не только в предоставленном складском хранилище, но и в самом ангаре. Ваш личный ангар способен вместить любые транспортные средства, которые были частью вашего парка на момент его назначения. Но имейте в виду, что если вы приобретете более крупные транспортные средства в будущем, вам, возможно, придется использовать общественный ангар для доступа к ним. Общественные ангары. При посещении места вдали от дома или доступе к транспортным средствам, которые ваш личный ангар не может уместить, вам временно будет назначен общественный ангар. При отбытии помните, что предметы, оставленные внутри общественного ангара или местного склада, будут считаться брошенными и перейдут в собственность местного лендинг-сервиса. Еще раз поздравляем и надеемся, что ваш личный ангар будет радовать вас долгие годы. Также здесь интересно подметить, что если вы что-то оставите внутри общественного ангара, то все это пропадет и, в принципе, так сейчас и происходит. Личный ангар будет только один в зоне выбора вашей первой локации. В дальнейшем, если у вас, допустим, ангары купленные с кораблями, может быть, вам разрешат иметь второй ангар, либо не платить за первый, если циги введут оплату за аренду ангара. Рич Тарер нам говорил, что циги начинают работу над экономикой и страхованием, так что, может быть, в эту работу войдет аренда и так далее. Тем более, в конце года нас ждет строительство баз и нужно будет также платить, если у вас база будет расположена на охраняемой территории. И восстали пираты из пепла системы Пайра. И пошла война на уничтожение человечества. Но город Венден укрыл своим куполом всех своих жителей. И они выжили все до одного. Венден – это первый в игре русскоязычный город. Присоединяйся к нашему сообществу, и город защитит и тебя. А также в нашем сообществе помогут с приобретением игры или корабля. Приходи к нам. Мы тебя ждем, гражданин! Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там выкладываю свежую информацию. Ссылка на него будет в описании. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!